Подсчитают, объединят и все учтут. В Самарской области создают единый геоинформационный ресурс, чтобы ситуация в земельной политике стала прозрачной. Об этом не только говорили на первом всероссийском форуме «Земля – недвижимость». Он проводится по инициативе областного минимущества. Обсудить проблемы и поделиться опытом приехали представители из 29 регионов, о чем договорились в нашем материале. От того, что на виду и на слуху внешнего облика города, до внутренних имущественных конфликтов. Уйти от точечной застройки, решить вопрос с памятниками архитектуры. Участникам форума, представителям властей бизнеса из 29 регионов, предстоит разработать механизм решения проблем, которые копились десятилетиями. Идею проведения встречи в таком формате поддержал губернатор. Отметил, земля должна работать, и порядок в этой сфере необходимо наводить незамедлительно. Предмет на опыт разных регионов рассмотреть, и дальше наладить контакты, для того, чтобы плодотворнее решать те проблемы, которые у нас в этой области есть. Хочу сказать, в Самарской области их много. Лучше поделиться опытом, кто как решает ту или иную проблему, как решается. И может быть, если будут потом вы выработать предложения, в том числе и мы, как руководители регионов, будем пытаться эти предложения, рекомендации активно продвигать в Москве, для того, чтобы земля использовалась значительно лучше в интересах людей. В интересах прежде всего ветеранов. Необходимо обеспечить их жильем. Глава региона отметил, за все время действия федеральной программы только 2600 человек получили благоустроенные квартиры. Необходимо в корне менять подход. Не ждать, пока придут и попросят сами. Только за два месяца 2013-го на учет удалось поставить еще 2000 человек. Прозрачность, открытость и никакой спекуляции. До 1 марта губернатору представят план действий, концепцию новой земельной политики региона. Основные положения озвучила министр имущественных отношений. Порядок предоставления участков многодетным семьям, нужно исполнять поручения президента. Передача неиспользуемых территорий из федеральной собственности в областную. Актуально в рамках подготовки к чемпионату миру по футболу, для строительства спортивных объектов. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот и системы льгот для инновационных предприятий. Самарская область имеет очень большой потенциал. Самарская область имеет очень большой опыт работы с разного рода активами. Да, какое-то время мы находились в режиме ожидания, но перемены наступили, мы активно работаем и мы хотим применять лучшие практики. Своей практикой готовы поделиться. И в части обеспечения жильем, эту проблему уже решили в Татарстане, и в использовании сельхозугодий. Здесь уже подскажут гости из Мордовии. Землей занимаются тогда, когда она кому-то нужна. А потом ей не занимаются до тех пор, пока не возникает какая-либо проблема. И, как правило, очень не хватает вот такого рода форума, где собираются именно специалисты. И можно обсудить вопросы, связанные с непосредственно, которые возникают в практике. Восемь регионов, в том числе Самарская область, подписали соглашение о сотрудничестве. Во второй день форума работать будут уже по секциям, а после подведут итоги и сформируют конкретные предложения. Татьяна Потоцкая, Александр Дудко, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова